Всем привет, это Эффект Призм, и сегодня я вам расскажу, как сделать вот такой вот простой и интересный эффект сканера. А самое главное, что его можно сделать в бесплатной версии DaVinci Resolve. Ну что же, давайте начинать! Для создания этого эффекта нам понадобится Фотография пришельца Одна штука И заранее снятое видео Также одна штука Для того, чтобы снять такое видео, вам понадобится приложение для телефона Ссылка на которое будет в описании Ссылка будет на приложение для Android, но, думаю, приложение для iOS вы без труда найдете Итак, давайте сначала подрежем видео, чтобы убрать все лишнее Например, вот так И вот так Звуковая дорожка здесь также ни к чему Уберем ее И теперь давайте выровняем картинку с длиной видео Все, с этим закончили. Теперь выделяем картинку и видео, нажимаем правой кнопкой и нажимаем New Fusion Clip И теперь переходим во Fusion У нас создалась уже некоторая конструкция Давайте пока удалим ноду Merge, она нам не нужна Итак, для начала давайте подготовим То, что будет видно сквозь сканер Соответственно, это лицо пришельца И тот же фон, который в целом существует в видео вот на этой картинке Для этого я заранее уже его подготовил В качестве фона можно взять Вот, например, во Fusion я нашел кадр, который могу использовать Для того, чтобы его сохранить Можно просто нажать правой кнопкой мыши по самому кадру Нажать Save Image Выбрать папку, в которой вы будете сохранять Как-нибудь его называете, выбираете формат, который вам необходим Я выбрал JPEG И жмете Save Так как у меня этот кадр уже есть Я просто перетяну его в рабочую область Вот такой кадр я уже сохранил Итак, что делаем дальше? Нам нужно совместить пришельца вот с этим кадром Поэтому мы просто выход ноды с пришельцем Перетаскиваем на выход ноды кадра И у нас создается нода Merge Давайте выведем ее вправо в Viewer Пока что мы видим только пришельца Потому что он находится на верхнем слое Подключен в ноду Merge Во вход Foreground Для того, чтобы вырезать пришельца Можно воспользоваться нодой Magic Mask Если у вас платная версия DaVinci Если нет, то придется воспользоваться маской Polygon Я воспользуюсь маской Polygon Для этого подключаем ее к ноде с пришельцем Инвертируем для того, чтобы видеть картинку До того, как мы замкнем маску И начинаем обводить пришельца В данном случае супервысокая точность не нужна Поэтому можно достаточно грубо на скорую руку обвести Вот так Теперь отключаем инверсию маски И вот такой пришельц у нас поверх нашего кадра Теперь для того, чтобы его точно подстроить под нужное положение Давайте добавим ноду Transform И теперь давайте поставим его на то место, куда нам надо Я буду позиционировать так, чтобы глаза были на одном уровне Вот так И теперь давайте увеличим размер Вот примерно так Но все еще из-под него выглядывает часть моего уха Поэтому для того, чтобы это убрать Воспользуемся нодой Warp Grid Нажимаем Shift пробел Точнее нода Grid Warp И добавляем эту ноду после ноды Transform Эта нода искажает изображение по некоторой сетке Для того, чтобы искажения были более точными Давайте увеличим размер сетки по X и по Y Где-то так И уменьшим Magnet Distance Это радиус вот этого круга, который вокруг курсора Для того, чтобы захватывать меньшую область Вот так И по чуть-чуть просто растягиваем изображение Чтобы закрыть части моей головы Которые видны из-за головы пришельца Тут опять же не нужна какая-то суперточность Но и старайтесь все-таки не нарушить полностью геометрию лица пришельца В принципе, вариант удовлетворительный достаточно Сейчас посмотрим, что у нас будет получаться дальше Теперь давайте откеем зеленый экран телефона Для этого нам понадобится нода DeltaCare Нажимаем Shift пробел, добавляем DeltaCare Выводим его в правый вьювер Все, что нам нужно, это перетащить пипетку на зеленый фон Вот так Тут, кстати, заметьте Если выключить ноду DeltaCare, то видно, что светодиод на мониторе также откеялся Не то, чтобы это очень страшно Но давайте все-таки уберем этот небольшой огрех Для этого возьмем прямоугольную маску Расположим ее в той области, где у нас будет телефон Но не так, чтобы не захватить светодиод монитора И подключим ее в синий вход ноды DeltaCare Таким образом мы оставили светодиод И при этом у нас телефон полностью откеан На телефоне остались белые маркеры Давайте их уберем Для этого в инспекторе DeltaCare На вкладке Mate Тянем ползунок CleanBackground Ну вот, в принципе, маркеры удалились Так, теперь нам нужно наложить вот это изображение с откеанным телефоном Поверх нашего подготовленного фона Для этого выход ноды DeltaCare тянем к выходу ноды Merge 1 И что у нас получилось? Мы уже можем наблюдать пришельца Но все-таки, видите, немного видно бороду Давайте подстроим еще чуть-чуть Так, давайте в правый вьювер выведем ноду Merge И поработаем еще немножечко с Warp Grid Так И еще давайте немного смягчим маску Для того, чтобы не было пиксельной лесенки Здесь по краю пришельца Для этого увеличим параметры Soft Edge Вот так Да, если смотреть на пришельца вот сейчас То он выглядит очень сильно пострадавшим Но сквозь экран телефона мы будем видеть небольшую часть этого лица Поэтому я думаю, что это не очень страшно Ну вот, что у нас получилось Смотрите Здесь сквозь телефон мы видим Фон комнаты, в которой я нахожусь И по сути При наведении на лицо Мое лицо внутри экрана телефона Заменяется на лицо пришельца Вот, собственно, и все Осталось только подключить выход ноды Merge Ко входу ноды Media Out И на вкладке Edit дождаться, пока эффект закэшируется Кстати, этот эффект можно использовать Не только именно в таком виде Есть и другие варианты применения данной технологии Например, вот такое Ну что же, я надеюсь, видео было вам интересным и полезным Большое спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok